Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Здесь как бы это уже стало негласным символом Иссыкуля, за счет того, что в основном здания на Иссыкуле построены до 10 этажей. Скажите, пожалуйста, вот в этих кабинках сколько за день примерно может отдохнуть людей, полюбоваться видами Иссыкуля? И вообще какая загрузка колеса на сегодняшний день? Ну, на сегодняшний день сейчас уже конец сезона, сейчас это где-то около 100 человек за день, а в сезон мы пропускаем примерно около 500-400, в зависимости от дня и погоды. Если к вам в Борбор, этот центр отдыха и здоровья, приедут люди из Украины, насколько им здесь будет комфортно? Вот какие здесь главные выгоды проживания и оздоровления именно в этом месте? Ну, во-первых, это высокогорье, Иссыкуль находится в очень высоко в горах, это подышать горным воздухом. Во-первых, у нас очень много процедур, горячие источники, умозолечение, можно просто каждый день заниматься какими-то полезными вещами, походу в горы. У нас есть специально люди проезжают, у нас многие туристы со всего мира, именно отечения. Они пьют кобылье молоко и лечатся тут неделями. И, как бы сказать, свежие фрукты, овощи, все растет на побережье, все экологически чистое. Отдохнуть можно, покупаться. Вода у нас уникальная, озеро у нас соленое, и вода она не горячая, не такая теплая, как в океане. Ну и пожелайте, наверное, нашим украинцам, чтобы приезжали к вам. Ну, всему украинскому народу придаю большой привет, приезжайте в Кыргызстан, будем вас ждать с распутертыми объятиями. И покатаем на этом колесе. Кыргызстан